В администрации Ленинского района состоялось 43-е заседание Совета депутатов городского поселения Видное. На повестке дня значились несколько вопросов. Сначала были внесены поправки в принятый в ноябре прошлого года бюджет города. В ходе встреч главы района Олега Хромова с жителями неоднократно поднимались темы благоустройства. Обращалась к главе и Татьяна Мухина, баллотировавшаяся по 8-му избирательному округу. Поэтому было принято совместное решение направить 17 миллионов рублей на благоустройство по конкретным адресам. Прежде всего это 8 пешеходных дорожек, находящихся вблизи школ, в Расторгуевской части, которые позволят безопасно проходить нашим жителям те места, куда они стремятся. Второй важный момент – это установка ограждений нового типа по улице Школьная, Заводская, ПЛК в местах массового скопления жителей, прежде всего школьников, при подходе к школам номер 1, 2, 3. Также планируется создать парковочные места около Видновского художественно-технического лицея и пешеходные дорожки между 6-м микрорайоном и Жуковским проездом. Ещё в рамках благоустройства появятся межквартальные детские площадки. Стоимость одной такой площадки в среднем до 3 миллионов рублей. Таких площадок будет в городе 5. В прошлом году мы сделали 3. Они концептуально напоминают площадку, как у кинотеатра «Искра». Следующим вопросом повестки дня стало обсуждение эскиза флага города Видное. Наш город – одно из трёх муниципальных образований Московской области, которое до сих пор не имеет своего официального флага. Депутаты были едины в голосовании за один из вариантов, который полностью соответствует всем нормам Геральдики, основываясь на гербе поселения. На будущем флаге будет изображён феникс в белом прямоугольнике с окантовкой из зелёных и жёлтых полос. Данный эскиз отправят на утверждение в Геральдический совет Российской Федерации. Дмитрий Книга и Адами Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.